Друзья мои, всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня поговорим о трендах лета 2017, которые пришлись мне по душе и которые я с удовольствием ношу. Если вам интересно, продолжайте смотреть. В общем и в целом, как вы наверное заметили, к трендам я отношусь положительно, всегда слежу за миром моды и если что-то нравится, то конечно обязательно покупаю такие трендовые вещи. Если не нравится тренд, то прохожу мимо. Мимо меня в этом году прошли такие тренды, как шнуровка, к примеру, корсеты на рубашке, платье-комбинации на футболке и многие такие популярные тренды, они просто не пришлись мне по душе. Поэтому я могу сказать, что я не слепо следую моде, я все-таки выбираю, что мне по душе. Так в этом году случилось у меня с трендом на слишенные рукава, я еще об этом тренде говорила в сентябре, что мне это очень нравится и тогда я уже начала покупать такие вещи и по сей день не покупаю такие вещи. Вот недавно была на распродаже в Заре и купила себе превосходно сидящий по фигуре пиджак. Кстати, сейчас в магазинах во всех бутиках распродажей до 70-80%, так что девчонки, кто не успел еще что-то купить, обязательно сходите купите. К примеру, данный пиджак, он необычный своими рукавами и мне кажется, любую вещь он сделает еще более стильной, он дополнит любой аутфит, даже если это очень простой образ. К примеру, белая футболка, джинсы и кроссовки, если надеть этот пиджак с такими рукавами, то образ кажется более стильным. Это лично мое мнение, конечно, никого не агитировано, этот тренд полюбился мне в этом году просто очень сильно. Уже какой год в моде, насколько вы знаете, вещи со спущенными плечами и мне нравится очень этот тренд, потому что он создает такой романтичный образ и сам по себе это очень сексуальный, мне кажется, тренд, потому что оголенные плечи это всегда такая небольшая загадка. Поэтому мне нравятся такие вещи, я думаю, что пока этот тренд не прошел, я еще буду-буду-буду носить такие вещи. В общем, это один из самых моих любимых трендов этого года. Что еще мне пришлось по душе в этом году? Мне очень понравилась идея соломенных шляп с завязочками. На мой взгляд, это так, нас возвращают в детство, это смотрится так по-детски, но в то же время очень необычно. И какой бы образ я не дополнила такой шляпой с завязочками, это очень смотрится стильно, необычно, прям, не знаю, приковывает взгляды. На самом деле, что я сделала, я не покупала такую шляпу, не заморачивалась, даже не искала. Я взяла свою шляпу канатье, которую купила в прошлом году в Бершке и сама пришила вот такие черные ленточки. Ездила в магазин фурнитуры и приобрела вот такие ленточки и пришила, причем не только на эту шляпу, еще на одну шляпу. И знаете, я стала эту шляпу носить. Я ее не носила, потому что она немножко не сидела у меня на голове по каким-то причинам, не знаю, неправильно подобранный размер, возможно, это М-ка. И она у меня всегда слетала. С этим же проблем нет. Во-первых, она держится очень хорошо на голове. Во-вторых, если даже вам не охота ее носить, она всегда может завязаться как дополнительный аксессуар сзади. Это тоже будет смотреться стильно, особенно если у вас какой-то летящий сарафан на вас, эспадрильи. И продолжая соломенную тематику, не только соломенные шляпы перешли к нам в повседневную жизнь, но и соломенные сумки, что не может меня не радовать. Потому что в этом году я заказала себе большую соломенную сумку на пляж. Я ее показывала в видео в своих покупках. И мне очень нравится, что теперь я могу носить ее не только на пляж, но и в городе. Мне нравится вообще вот эта пляжная мода, то, что она вошла в город, я вообще очень-очень рада. Потому что шлепки, соломенные шляпы, какие-то летящие, струящиеся сарафаны, это все, что я люблю. И в чем действительно удобно и не жарко в городе. Еще, что мне полюбилось в этом году, это, несомненно, уже, наверное, поднадоевший тропический принт. Не знаю, мне безумно нравится этот принт. Он сейчас даже в декоре используется, на подушках, на каких-то аксессуарах. Мне нравится этот принт именно на обуви. Мне кажется, это смотрится необычно. У меня вот здесь такой топ, он тоже как будто бы в тропическом стиле. Но на обуви смотрится гораздо эффектнее. Особенно мне нравится не такой вот яркий принт, а на белом фоне такие зеленые пальмовые ветви. Я не смогла пройти мимо него и с удовольствием использую его в повседневной жизни. Как я уже говорила, пляж вышел в город. Что еще уже в моде не первый год, это рваные края у джинсовых шорт, джинсовых юбок, джинс. И если честно, я уже не представляю себе джинсы, которые просто вот аккуратно оверложены. Потому что для меня джинсы это джинсы с рваными краями. Я настолько, мне настолько запал в душ этот тренд, что я прям не могу. Если что-то у меня, у меня есть юбка, она такая, знаете, ну обычная юбка джинсовая. И мне прям у меня руки чешутся взять ножницы и ее обкромсать. Я, наверное, так и сделаю. Потому что мне безумно нравится этот тренд. И я не знаю, что вы скажете по этому поводу, но мне прям нравятся как-то края рваные, неровные и несимметричные. Меня много трендов обошло стороной. И самый такой активный тренд это вышивка. Она меня тоже обошла стороной. Я не фанат такого тренда. Но то, что мне действительно нравится и то, что тоже очень-очень популярно, это мюли. И мюли, они реально классные. Не знаю, мне нравится вот этот формат тапочек. И я с удовольствием их ношу. И у меня даже была мысль купить мюли на каблуке. Но я как-то себя воздержала, потому что все-таки считаю, что вот-вот и мода на мюли закончится. Что еще мне очень понравилось из трендов? Этот широкий ремень на сумке, мне кажется, смотрится очень классно. У меня это серебристая сумка с двумя сменными ремнями. Заказывала я ее на Asos. Один ремень более такой кэжуальный. Его можно надеть с джинсами, другой такой в цветочек. Его можно уже куда-то на вечер. Это очень спасает, и эта сумка становится просто универсальнейшей. Еще один тренд, который тоже начался с, по-моему, ремня Gucci, который все модные блогеры одевали на свои джинсы, заправляя рубашки, при этом футболки. Мне нравится этот тренд. Мне нравится, что ремни все-таки вернулись в нашу жизнь не только на джинсах, но еще на талии поверх рубашек, поверх даже пальто. Мне нравится этот тренд с корсетами, потому что это подчеркивает нашу талию, делает нас более женственными. Это были все тренды, которые меня зацепили в этом году. Напишите в комментариях, каким трендом вы привязаны в этом году. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие видео. Ставьте пальчик вверх, если вам понравилось это видео. Я вас увижу очень скоро. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok